Я немного перекружен здесь, на этих встречах. Это действительно очень-очень ценный подарок от Господа. И мы очень-очень благодарны. Но прежде чем мы начнем, я хочу произнести еще одну молитву. Отец Небесный, кто мы, что Ты помнишь нас? Мы благодарим Тебя за все Твои благословения и приглашаем Тебя на эту встречу. Во имя Иисуса. Аминь. Я назвал всерьез этих лекций «Конфликт и триумф». Но есть предыстория этих лекций. Люди всегда хотят знать, собирается ли Бог собрать его людей в конце времени в одно движение. Или истина будет рассеяна повсюду, в каждом движении. Я собираюсь поговорить на эту тему. Есть ли какая-либо организация или церковь, которая представляет истинные Евангелия в их совокупности? Или у каждого есть небольшая доля истины? Другой вопрос, который задают люди. Почему именно Соединенные Штаты Америки играет выдающаяся роль в пророчестве? Мы все знаем, что в книге Откровения 13 глава говорится о втором звере из книги Откровения. Что будет делать эта сила и как она заставит мир поклоняться первому зверю и все эти проблемы? И важно понять, почему Соединенные Штаты сыграют выдающуюся роль в пророчестве? Будет ли окончательное собрание народа Божьего? Почему это должно было начаться согласно Откровению 13 главы в стране, которая должна была стать убежищем для всех преследуемых людей Европы и других частей мира? Почему не другие страны? Почему не сама Европа? Я постараюсь ответить на эти вопросы. И если Бог собирает людей на последние времена, будут ли они снова участвовать в этом великом конфликте и как это закончится? И каким будет конец всех этих проблем? Итак, вот некоторые из вопросов, поэтому сегодня вечером я собираюсь начать с истории. История не всегда является чашкой чая для всех, но это не важно. Итак, мы посмотрим на исторические события. Мы увидим, как Бог организовывал это за кулисами, проведя через весь конфликт, через все кровопроличия, через слезы, и как ему удалось вывести все эти истины на новый континент, где эти идеи в конечном итоге могли породить финальное движение. Итак, эта первая лекция называется «Жемчужины истины в оправе Бога». Что это за жемчужины истины и почему они важны? Почему-то не работает, Маккензи. Не работает. Не работает. Это не проблема в мышке, это проблема в своем компьютере, говорит он. Не меняется слайдик. Хорошее начало. Хотелось бы, чтобы слайды менялись. Это ты, Маккензи, меняешь слайды, или я? Давайте посмотрим. Отлично. Все работает. Спасибо. Итак, один из аспектов этой темы «Жемчужины истины в оправе Бога» это изучение истории. Существует раздел истории, изучение которого не следует порицать. Священная история была одной из дисциплин в школах пророков. По историческим летописям, об отношении Иеговы с разными народами, учащиеся, прослеживали его дела, совершенные на нашей земле. Поэтому сегодня нам необходимо размышлять о взаимоотношениях Бога с народами земли. Мы должны видеть, как в истории исполняется пророчество, изучать, как действовало проведение в Великом Реформаторском Движении и понимать развитие событий, в ходе которых народы готовятся к последнему конфликту Великой Борьбы. Будет финальный конфликт. И мы должны изучить историю, чтобы выяснить, как все это происходило и каковы проблемы на самом деле. Следующая цитата, взятая с книгой «Христианское служение». Многие думают, что они должны обращаться к комментариям к Писанию, чтобы понять значение Слова Божьего. И мы не будем придерживаться позиций, согласно которой комментарии не следует изучать. У них есть свое место. Но потребуется много проницательности, чтобы открыть истину Божью под массой человеческих слов. Как мало было сделано церковью, как телом, исповедующим веру в Библию, чтобы собрать разбросанные жемчужины Слова Божьего в одну совершенную цепь истины. Жемчужины истины не лежат на поверхности, как полагают многие. Главный разум конфедерации зла всегда работает над тем, чтобы скрыть правду и исказить мнение великих людей. Враг делает все возможное, чтобы затмить небесный свет через образовательные процессы. Но он не означает, что люди не услышат голос Господа, говорящий, «Вот путь, идите по нему». В наших теологических школах в мире мы изучаем мысли великих людей, иногда великие мыслители богословского мира, такие как Карл Барт и подобные ему люди становятся более важными, чем само Слово Божье. Затем иногда хочется сказать, «Иисуса я знаю, Павла я знаю, но кто этот парень?» Я не хочу никого унизить, но я просто говорю, что Слово Божье должно быть предметом нашего изучения. Мы должны сами знать, что такое истина. Есть опасность поставить человека над Словом Божьим. Я хочу знать, сколько людей в конце времени будут потеряны, потому что они доверяли какому-то человеку или своему пастору и поставили их выше Слова Божьего. Я думаю, что мы будем в ужасе, когда узнаем. Итак, мы должны проверять каждое Слово Словом Божьим. Если мы обратимся к книге Откровения и будем изучать церкви, то церковь, которая совпадает с периодом реформации, была церковью в Сардисе. Реформация сделала удивительную работу по возвращению Иисуса Христа в центр проповеди Евангелия, который был заменен святыми и другими личностями. Мы читаем книги Откровения 3 глава и ангела Сардийской церкви напиши. Это период реформации. Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя будто жив, но ты мертв. Это серьезное обвинение. Бодрствуй и утверждай прочие близко к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Итак, слова реформации, какими бы прекрасными они ни были, не были совершенными в глазах Бога. вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Подумайте еще раз, что бы это значило? Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Другими словами, реформированные движения не поймут проблем, относящиеся ко второму пришествию Христа, потому что они не закончили работу. Впрочем, у тебя в Сардистии есть несколько человек, которые не осквернили одежды своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Бог не осуждает весь реформаторский период. Из этого периода будут великие люди, которые будут стоять на стеклянном море однажды. Тем не менее, побеждающий облечется в белые одежды и не злажу имени его из книги жизни и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Итак, что-то должно быть сделано, и это называется преодолением. Есть какие-то препятствия, которые нужно преодолеть. «Те, кто не помнит прошлого, обречены повторять его». Это утверждение Джорджа Сантьяна. А затем в выступлении в 1948 году Уинсон Черчилль немного изменил формулировку, и он сказал, «Те, кто не извлекают уроки из истории, обречены на ее повторение». Затем он решил это довольно красноречивым образом, когда он сказал, «Касаясь войны в Европе». Когда ситуация была управляемой, ею пренебрегали. А теперь, когда полностью вышла из-под контроля, мы слышим, поздно применяем средства, которые могли бы повлиять на исход. В истории нет ничего нового. Она столь же стара, как пророческие книги. Она попадает в этот длинный мрачный каталог плодовитости, опыта и подтвержденных неприкосновенных способностей человечества. Сильное утверждение неприкосновенных способностей человечества. Желание предвидеть, нежелание действовать, когда действия будут простыми и эффективными, отсутствие ясного мышления, растерянность советов до тех пор, пока не наступит чрезвычайная ситуация, пока самосохранение нанесет удар по звучащему гонгу, эти черты, которые составляют бесконечное повторение истории. Я думаю, что он был прав. Я думаю, что мы находимся на грани повторяющейся истории, и то, что казалось невозможным, в современном мире вернется, как он говорит, со звучащим гонгом, и люди поймут, что у них были возможности, но они никогда их не использовали. Эта мышь работает не так, как должна. Мышка, что с тобой? Наверное, здесь диктат код. Ничего не меняется. Позвольте мне вернуться к предыдущему слайду. Это немного сбивает с мысли. Я попробую еще раз. Итак, мы должны выяснить, что является жемчужинами истины. Эти истины должны быть собраны воедино. И вопрос вот в чем. Как Бог обеспечит это? Иоанна 16,13 «Когда же придет Он, Дух истины, то приведет вас к полной истине, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». В этом стихе есть два аспекта. аспект будущего, и будущее возвестит вам. А второй аспект приведет вас до какой степени истины? К полной истине. К полной. Итак, Бог не хочет, чтобы в Его церкви не было истины. Бог не хочет, чтобы Его церковь была частично в истине. Либо все, либо ничего. Псалом 24,5 «Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день». Кто хочет творить волю Его, тот узнает о семь учений, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Иоанна 7,17 «И как Иоанне и Амри противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращения умом, невежды в вере» 2 Тимофея 3,8 «Будут попытки подорвать истину». И это происходило на протяжении всей истории. Кто такие Иоанне и Амри? Согласно традиции, это не библейское утверждение. Согласно традиции, Иоанне и Амри были чародеи, которые противились Моисею в Египте. Мы читаем историю, это довольно увлекательно. Книга Исход, 7 глава. «Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже со своими чарами». Итак, здесь одна религия против другой религии. Мы знаем эту историю, когда жезл Аарона поглотил другие жезлы. Что это за чары? Это колдовство или заклинание. Это магическая формула, предназначенная для магического воздействия на человека или предметы. Формулу можно проговаривать, ее можно напевать, а также ее можно монотонно проговаривать. Заклинание также может быть выполнено во время церемониальных ритуалов или молитвы. Другие, с вами словами, синонимичные заклинания и чары, чтобы околдовывать. Говорят, что в мире магии чернильные метки ставятся волшебниками, ведьмами и феями. Интересно, что Павел применяет эти термины к лжеучителям церкви. Деяние 8.9 «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волховал и изумлял народ самарийский, видавая себя за кого-то великого». Тот же самый Симон стал колдуном Нерона. И некоторые полагают, что Симон Магус настоящий Симон, на которого ссылаются, когда речь заходит о Симоне, который правил. Деяние 8.11 «Обнимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями». А теперь посмотрите на послание к Галатам. Он говорит к крестьянской церкви. Он говорит к верующим. «О несмысленные Галаты, кто околдовал вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос как бы у вас распятый». Итак, возможно ли, что во времена Павла церковь была околдована? Может ли она быть околдована даже по сей день? Возможно ли это? Итак, мы должны быть очень осторожными. Два вопроса, касающиеся церкви Сардис, которые выделяются. Первый. «Я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим». Реформация не закончила работу. Она только начала. Начала ее красиво. Люди отдавали свои жизни милимонами за это. Второй вопрос. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны». Это также довольно увлекательное утверждение. «Впрочем, у тебя есть несколько человек, которые не осквернили». Это было большинство или меньшинство? Это меньшинство. А как насчет большинства? Осквернили ли они свою одежду? Давайте посмотрим на некоторых из тех, кто не осквернил свою одежду. Согласно историческим записям, все началось задолго до Мартина Лютера. За 100 лет до него был Уиклиф, а затем учения Уиклифа перевезли в Богемию. Потом был Ян Гус или Джон Гус. Он взял его учения и начал их распространять. Но за это он поплатился жизнью. Когда он был привязан к Колу, он сказал, «Сейчас вы собираетесь сжечь гуся, потому что по чашке хус означает гусь. Но через столетие у вас будет лебедь, которого вы не сможете ни жарить, ни варить». Это было пророчество о Мартине Лютере, который ровно через 100 лет пришел и завершил или довершил работу, которую начал Ян Гус. Ян Гус был на самом деле намного впереди поздних реформаторов. Вот шесть заблуждений, которые Гус пригвоздил к Ифилиемской церкви в Праге. Первое заблуждение заключалось в том, что священники хвастались тем, что создали тело Иисуса Христа в Мессе и были создателями своего Создателя. Он отрицал ремокатолическое учение о Мессе. Второе – исповедание членов церкви «Я верю в Папу и святых» в противоположность тому, что люди должны верить только в Бога. Третье – священническая претензия на то, чтобы прощать грехи и наводить наказание за грех. Это, конечно, происходило через индулигенции и исповедание перед священником. Четвертое – заблуждение – безоговорочное послушание, которое начальство требовало от всей своей команды. Пятое – не проводить различий между уважительным отлучением от церкви и тем, которое не таково. Шестое заблуждение была симония, другими словами, торговля евангелием за деньги. Он обозначил это как ересь. Он верил, что, может быть, найдется хотя бы один священник, который не виновен в этом. Итак, история говорит нам, что Ян Гус взял эти тезисы и пригвозил их к дверям церкви. Я должен сделать что-то с этой мышкой. У нас есть где-то здесь кот? Итак, он поместил их в вифлеемской часовне, но самое интересное, в то время были соперничащие папы, и это помогло его делу. Но я хочу, чтобы вы заметили, что случилось. Произошло одно событие, которое помогло углубить впечатление, которое сделало его трактат о шести заблуждениях. Папа 23, он был на тот момент правящим папой, выпустил Бу против короля Ладислауса. Почему? Потому что Ладислас поддержал соперника, папу Григория XII, одного из соперников Иоанна. И поэтому папа повелел всем королям империи, князям, кардиналам и людям любой степени, заклиная их кровью Иисуса Христа, чтобы они восстали против Ладислава, полностью истребить его и его сторонников. Он пообещал всем, кто присоединится к этому крестовому походу, кто примет участие в нем или будет собирать следствия для его поддержки, он обещал простить все грехи, чтобы немедленно попасть в рай, если они умрут на войне. И так это, конечно, вызвало большой гнев в Богемии и это помогло движению. Задолго до того, как появился Мартин Лютер, задолго до того, как был этот массовый протест, породил движение, которое фактически и преобразовало всю Богемию. появилась красная ужасная точка. Маккензи, что мы будем делать с красной ужасной точкой? теперь она еще будет бегать трусцой. Я не знаю, почему эта мышка так играет. Она не перемещает слайд, не меняет слайд. где Маккензи? Может быть, он сможет заменить мышь? Вы можете попросить Маккензи заменить мышку? Вот как действует силы зла в первый же вечер. Но не беспокойтесь об этом. Ну вот, красная точка появилась снова. может быть, я могу чем-то помочь. давайте будем пользоваться этой. Эту положим спать. У нас не будет указателя, но это не имеет значения. все хорошо работает. Продолжаем. Также интересно, что задолго до того, как Мартин Лютер прибил свои 95 тезисок в церковной двери и Виттенберге, они уже проповедовали против индулигенции. Они уже говорили об этом образе дьявола, продающего индулигенции. Короче говоря, те же самые индулигенции, которые были представлены тем, кто носил оружие для вызывания Святой Земли вызвали огромный гнев в римно-католических кругах. Богемцы были на сто лет впереди Мартина Лютера. А сегодня живы ли какие-нибудь остатки этой церкви? Я хочу, чтобы вы представили себе сцену, когда вся страна сплотилась позади вас. Они становятся протестантами. Они меняют обряды, мессы. Они выбрасывают изображения святых. Они начинают проповедовать чистые Евангелия, основанные на Слове Божьем. А потом вспыхивают гусистские войны. Но они непобедимы, поскольку они вместе стоят за истину. Если вы читаете историю гусистских войн, это удивительно, как маленькая гусистская армия побеждала папскую армию одна за одной, которые входили в Богемию. Но в конечном итоге внутренняя борьба начала разрушать сплоченность. И как следствие, что случилось? Многие из них решили, что цена была слишком высока. И поэтому пошли на компромисс с Римом. И так история говорит нам, что последователи Гуса заключили сделку с Римом, что позволило им реализовать большинство своих доктринальных целей, признавая авторитет римно-католической церкви. И они стали называться утраксистами. Возможно ли такой компромисс? Могут ли истинные заблуждения жить рядом друг с другом в гармонии? Оставшиеся гусисты продолжали действовать за пределами римно-католической церкви. И в течение 50 лет после смерти Гуса они стали независимым братством, которое называлось богемские братья или единство братьев. Они придерживались учения Гуса, а затем приняли учение Лютера. И так они были протестантами. Их преследовали за истину. Они были изгнаны. И остатком их является Моравская церковь. Они были самой ранней протестантской церковью, восставшей против власти Рима примерно за 50 лет до Мартина Лютера. Они были организованы в эту протестантскую церковь, которая верила в Библию и только в Библию и приняла позже лютеранские доктрины. Лютеран доктрины. И у них были проблемы, которые отличали их от других. Они верили в универсальное образование, которое было основным, серьезным сдвигом мышления. Я имею в виду универсальное образование. Образование в то время было только для избранных. Широкая публика не нуждалась в образовании. Они были крепостными. К середине 16 века до 90% жителей ческих земель были протестантцами. А потом пришел компромисс. И что происходит, когда вы идете на компромисс? Это катастрофа. Моравицкие братья в 18 веке, которые хотели отставить свою истину, бежали от преследования и прибыли в Соединенные Штаты Америки. Они поселились вот здесь, в Пенсильвании, и начали проповедовать людям вокруг. Главная цель состояла в том, чтобы достичь колоний и обратить коренное население. К ним не относились с добротой, но они принесли с собой истину, эту истину, которая избежала преследования. Это мишление они привнесли в Соединенные Штаты Америки, изгнав их из их земель. Что стало с остальной частью этой 90% протестантской страны? Каков был их символ? Как они назывались? Унитос фратрум, что с латыни означает общество братьев. Они верили в единство и верили в победившего ангца и это было их символом. Они верили в ангца Божьего. Они верили в библейское учение реформации. А когда они уехали, что случилось с Чехой республикой? В настоящее время 39,8% чехов считают себя атеистами. 39,2% католиками. Но где они были раньше? 90% протестантов, а сейчас 39,8% атеистов, 39,2% католиков, 4,6% протестантов, из которых 1,9% в Чехии те, кто приняли реформы Гуса. В этой Ческой республике ничего не осталось от протестантизма. Ческая республика является одной из наименее религиозных стран в мире. Более 50% считают ее атеистической. Что происходит, когда вы идете на компромисс с истиной? Вот что происходит. Вот что происходит. А затем приходит Мартин Лютер через сто лет после Гуса. Мы знаем историю, не собираясь проходить ее снова. Мы слышали ее на предыдущих лекциях были утверждены пять истин протестантского движения. Соло скриптура только Библия и Библия единственная, соло фиде только вера, соло грация только по благодати, соло скристос только Христос, соли деу глория слава только единому Богу. Это были принципы протестантской реформации. Но что говорится в книге Откровения о церкви Сардис? Я не нахожусь, чтобы дела твои были совершенны. Реформация должна была продолжаться, но в средние века существовали проблемы, которые ограничивали движение, не позволяли ему идти туда, куда оно могло бы пойти, чтобы оно могло завершить работу, потому что работа еще не была завершена. Реформация должна была продолжаться, в то время как Мартин Лютер был скрид в замке Фридрико Саксонского переводит Библию. пока он находился в заключении, реформа продолжалась, и одним из самых важных людей был человек по имени Андреас Боденштейн. По имени Андреас Боденштейн. Он приехал из города, который назывался Карлстадт, и он стал известен как Андреас Боденштейн из Карлстада. Вы когда-нибудь слышали о нем? Андреас Боденштейн позже стал известен «Карлстадт». Когда вы говорите о Карлстадте, это не его имя, это город, откуда он приехал. Он был современником Мартина Лютера, и его история увлекательна. Пока Лютер и его друзья раскрывали великие истинные реформации, они никогда не отличались во мнениях относительно темпов реформы и вопросов в реформе, кроме «Солос Криптула» и «Солос Кристос». А как насчет других истин? Как насчет этих других драгоценных жемчужин в Библии, если бы они не были собраны? Карлстадт был декадом Виттенбергского университета, и именно он присудил докторскую степень Мартину Лютеру. Итак, он был выше по статусу Мартина Лютера. Вначале Карлстадт не хотел идти вместе с реформацией, но однажды он принял ее. Он был в восторге. Он был бойцом вместе с Мартином Лютером. Вначале он был главным представителем, кроме Лютера. Он родился в том же году, что и Лютер, и был всего на несколько месяцев старше его. Сначала он выступил против Лютера, но к 1517 году он был един с Лютером в вопросе об оправдании только веры. Карлстадт опередил Лютера в вопросе соло-скриптура. Он был первым, кто сказал, Библия, и только Библия должна быть нашим критерием. В отношении веры и дел он также был первым в реформации, потому что реформация, открывшая эту прекрасную истину об оправдании по вере, была немного медленной с точки зрения освящения. Карлстадт сказал, что моральный закон чрезвычайно важен. Он считал закон обязательным, заявляя, что он далеко не отменен, но делает нас любителями и исполнителями закона. Он также вел причастие, хотя это сделал ГУС задолго до этого. до Мартин Лютер не изучал учения ГУСа в той или иной форме. Он начал реформацию на основе индулигенции. Он также сказал, что это идолопоклонство поклоняться сонму святых. В то время, как Мартин Лютер был заключен в Виттенберге, Карлстадт был связан с Билденштормом или великим иконоборчеством. Карлстадт понял, что почитание статуй и изображений противоречило закону Божьему. Помните, он сказал, что закон Божий не отменен. Поэтому он начал вводить то, что они называли великое иконоборчество или разрушение изображений и статуи. У него были удалены изображения Девы Марии, также он удалил святыни Девы Марии и некоторые святыни на дорогах. Темпереформ были слишком быстрыми для немцев. В конце концов, Лютер вмешался и сказал, стоп, стоп, мы должны делать это медленнее. Карлстадт был очень прогрессивным. если мы обратимся к книге «История протестантизма», автор Холдерстейн Гейл, он рассказывает историю Андреаса Боденштейна, и он говорит, «Джон Эгг» — это был католический прилад, который выступал против Мартина Лютера, ректор университета Вингольдштадт, напал на мнение Лютера в работе под названием «Обелиск», и противовес этому была выпущена брошюра Андреаса Боденштейна, более известного как «Карлстадт», и который теперь был вызван Эком к одному из публичных споров. Но прежде чем наступить день, когда наступит спор, необходимо опубликовать 13 тезисов, в которых он явно напал на Лютера и таким образом Узе профессора были развораны, а самого Лютера втянули в словесную войну с Эком. Они оба были вовлечены в этот ранний конфликт. Спорт важен, потому что он знаменует собой четкую стадию на пути к линии между Римом и Реформаторами. Вопрос о свободной воле был впервые обсужден. Доктор Экс со своими друзьями утверждали, что человек решает без помощи Святого Духа и просто сам по себе имеет право выбирать повиноваться Богу и выбирать то, что духовно хорошо. Это именно то, во что верит ими по сей день. Человек способен сам решать, что правильно, а что нет. Это именно то, что змей сказал в Эдемском саду. Вы будете знать добро и зло. Вы сами сможете различать. Вам не нужен Бог. Лютер и Карл Статт выступили первыми в этом вопросе. А Экс начал с того, что утверждал, что Верховенство Божественного назначения основано на аргументе Слову Христа. Ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою. Лютер ответил так же, как и протестанты сегодня, что это неправильная интерпретация, чтобы сделать Петра камнем. А дальше интересно, Экс сказал, вы покровители ереси Виклифа и Гуса. Мартин Лютер запомнил эти слова, и когда он вернулся домой, он подумал про себя. Я должен выяснить, в чем согрешили эти люди. Эта ссылка доктора Экона Виклифа и Гуса заставила Лютера изучать их труды. В покое и уверенности Лютер и его растущая группа друзей продолжили свой путь в Виттенберге. В Лейпциге, как мы видели, Экна смехался над Лютером как покровителем ереси Виклифа и Гуса. Вернувшись в свой университет, Лютер принялся за работу по изучению сочинений Гуса и нашел в них свое восхищение и изложение того же учения, которое он сам выучил у святого Павла, учение об оправдании веры. Он воскликнул, у нас все есть. Он воскликнул в своей радости, Павел, Августин и я были гусистами, не зная этого. Это интересно. Однажды в моей жизни произошло что-то подобное. Однажды мне по телефону позвонил один человек, кто не мог ничего сказать хорошего об авторе, которого мы считаем очень просвещенным, и начал кричать на меня за то, что я работаю в организации, которая пользуется его статьями. и это заставило меня изучать их. Я подумал про себя, такая враждебность, должно быть, это что-то интересное. И я сделал так, как Мартин Лютер. Но проблема была в том, что Карл Статт был слишком прогрессивным для Лютера, и Лютер, чтобы удержать на своей стороне куршивства, фактически отменил некоторые его формы, создав тем самым напряженность между собой и Карл Статтом. Потому что это было слишком быстро для Лютера. Карл Статт даже признавал субботу. Он не различал ее как седьмой день в субботу на этом этапе, но он написал достаточно об этом. В конце концов, Мартин Лютер написал, Карл Статт должен был написать больше о субботе. Воскресенье должно было было уступить и библейская суббота, которая является седьмым дней субботы, должна быть святой. Итак, эти истины были отложены и не приняты, но мысли были вынесены на общественное мнение. еще одна вещь, которую сделал Карл Статт. Он изложил концепцию, согласно которой церковь была свободным телом добровольного верующего. это очень важный вопрос, который могли выбирать своих собственных лидеров, в отличие от лютеранской концепции церкви-эстеблишмента, где церковь и государство были неразделимы в иерархии. Он также, как и Лютер, верил, что душа смертна, но лютеране из-за споров вокруг этого вопроса никогда не включали эту концепцию в катехизис. Он также защищал, что только меч Слова Божьего был единственным мечом, который будет использоваться для продвижения дела Христа. Все это Карл Статт. Все это протестантские идеи. Все это реформаторские идеи. Они никогда не были реализованы. Когда реформация хватила Европу и в конце концов после всех этих войн возникли протестантские и католические области во всей Германии и других областях церковь и государство объединились. Поэтому, если бы вы были в католической области, вы должны были быть католиком. Если правитель был католиком, вы должны были быть католиком. Если правитель был протестант, вы должны были поменять свою религию или перейти на католическую сторону. Итак, церковь и государство работали вместе, и все в этой области управлялось церковью и государством. Карл Стадт был первым, кто сказал «нет». Церковь и государство не должны быть вместе. Следующее событие, которое произошло, был еще один человек по имени Бальтазар Губмайер из Валштуда. Мне нравится это имя. Бальтазар Губмайер из Валштуда. Он был одним из наиболее известных анабаптистских богословов Реформации. Позвольте мне рассказать вам кое-что об анабаптистах. Это было новое движение. Эти люди внезапно осознали, разве Библия не учит крещению взрослых? Конечно, есть истина, которой мы пренебрегли. Некоторые из этих людей были серьезными учениками Библии. Но, к сожалению, фанатизм также вошел и в эту группу. Всякий раз, когда открывается истина, дьявол работает. Итак, что случилось со всеми этими анабаптистами? Он был одним из самых уважаемых анабаптистов. Он считал, что свободная церковь, свободных верующих не может быть подчинена государству. Это было опасно. Он верил в повторное крещение. Анабаптист значит крестниться снова. Анабаптисты преследовались. Находились ли они в протестантских странах или в католических странах, без разницы. А потом появился еще один человек. Его звали Томас Мюнсер. Он был серьезной проблемой, потому что он способствовал радикализму. Он был немецким проповедником и радикальным богословом ранней реформации, чья оппозиция Мартину Лютеру и ремокатолической церкви привела к его открытому неповиновению позднефеодальной власти в Центральной Германии. Он стал лидером так называемого немецкого крестьянского и лепебейского восстания 1525 года, широко известного как «Крестьянские войны в Германии». Итак, эти радикалы вошли в церковь. У них своя интересная история. Иногда задаешься вопросом, делали ли они это по собственному желанию или были силы, которые держали их за кулисами. Еще одна группа, известная как «Цвикаукские пророки». Они пришли из города Цвикау, их было трое. Они сопротивились к этому движению, эти три пророка, суконщики из Цикквау, Николау Шторх, Томас Дрехсель и Маркус Томе. Они проповедовали апокалиптическую радикальную альтернативу лютеранству. Они учили, что вы должны взять меч и мечом заставить каждого принять христианскую религию и тем самым установить Царство Божие. Это была попытка установить революцией и идеальным христианским содружеством абсолютное равенство между людьми и обществом. Есть люди, которые считают, что эти цвикаунские пророки были агентами Рима, чтобы подорвать реформацию, которая говорила, что Библия и только Библия и единственным оружием, которым нужно пользоваться, это меч Слова Божьего. Одной из самых отличительных черт цвикаунских пророков был спиритизм. И хочу, чтобы вы подумали об этих вещах, происходящих во времена Лютера и о том, насколько важны эти вещи сегодня. Повторяется ли история сегодня? Мы находимся в той же точке истории, где происходят все эти сумасшедшие проявления в мире. Итак, пожалуй, самой высшей чертой цвикаунских пророков был спиритизм, в который они верили как в прямые откровения Святого Духа, а не в Писания, которые были авторитетом в теологических вопросах. Другими словами, то, как вы себя чувствуете и впечатления, которые вы получаете, обстеряли путь, по которому вы должны идти. Мартин Лютер сказал, нет, Библия и только Библия. Итак, заблуждение цвикаунских пророков привело как неизбежность к апокалиптизму, что привело и к мысли, что в конце дни скоро наступят. они искали церковь верующей, которая была бы отделена от государственных церквей протестантизма и католицизма, и это привело к войнам крестьян. Итак, они прибыли в Виттенберг, и вскоре Лютер произнес восемь проповедей против тех, кого он называл фанатиками, и сил этих проповедей было достаточно, чтобы успокоить растущий радикализм в городах. В конце концов, эти пророки были арестованы и преданы смерти. Крестьяне были вдохновлены изменениями, вызванными реформацией. Есть книга под названием «Секретная история», и она утверждает, проблемы таким образом не отличались от сегодняшних. Разрыв между богатыми и бедными, земельное неравенство, отсутствие власти, предательство привели к призывам к социальной справедливости. Вы слышите эти слова сегодня? Выполнение божественного закона и социального равенства. Интересно, что Мюнцер назвал себя серпом и молотом бога. А через 325 лет Фридрих Энгельс написал книгу о крестьянских войнах в Германии в 1850 году. Сочинения Маркса и Энгельса заложат основу для Ленинской революции. И так, есть люди, которые считают, что эти ранние движения были предшественниками того, что позже стало известно как Орден Иезуитов, потому что это было задолго до Ордена Иезуитов. В каком месте был оплот Мартина Лютера? Где находится Виттенберг? В какой части Германии? Это восточная Германия. Давайте посмотрим, что произойдет, если вы уберете протестантское мышление. Религия преобладает в восточной части Германии, которая считается наименее религиозным регионом в мире. Это феноменально. Это Европа. Если посмотреть на цифры государств восточной Германии, Бранденбург, Восточный Берлин, Магдебург, Саксония и так далее, вы видите цифры. Раздел нерелигиозный. 68,8%, 61,2%, 74,7%, 66,9%, 70% и дальше атеисты. И это протестантский мир. От него ничего не осталось. Это невероятно. Еще больше шокирует, когда вы смотрите на эти проблемы в Европе, странах, которые были такими пылкими в протестантском движении. Швейцария. А вы знали, что Швейцария спасла реформацию? Когда вошли шведские армии, протестанты были почти на грани поражения от ремокатолических армий. Они спасли их в тот день, но потом они ухватились за систему управления церкви и государства и не позволяли никакой свободы совести. И тот, кто был против, предавался смерти. И как следствие системы, какова ситуация в этих когда-то протестантских странах, если вы посмотрите на график этой карты мира и посмотрите на верхнюю планку, наименее религиозные страны в мире составляет 75% атеистов. На их фоне выделяется Китай. Сегодня в Китае 90% атеистов. Но меня не интересует Китай. Меня интересуют протестантские страны. Швеция. Она когда-то была оплотом протестантизма. 76% Швейцарства сегодня являются секулярными атеистами. Чехия. 76% секулярные атеисты. Если вы посмотрите на эти страны, более 50% в них неверующие. Вы заметите, что Австралия уже догоняет их. Остальная часть Европы также. И Канада догоняет. При этом более половины населения не верят Библии или протестантским принципам. Итак, единственные протестантские страны, которые остались, все еще верят. Например, Южная Африка. Она обозначена в темно-синий цвет. Это означает, что более 75% людей там продолжают верить. Если вы посмотрите на Соединенные Штаты Америки, вы увидите, что более половины людей в Соединенных Штатах все еще верят в Библию, в Слово Божье. Таким образом, Соединенные Штаты являются последним оплотом протестантизма, где все еще и существует множество истин, которые были собраны во времена реформации и постреформации. Почему истина должна была прийти из Соединенных Штатов Америки? Почему? Если вы отправитесь в Южную Африку с таким огромным протестантским населением, то, как вы думаете, почему бы истине не исходить оттуда? Видите ли, южноафриканцы пришли с той же европейской моделью государства и церкви, кальвинистского мышления, и они укоренились в этом мышлении. У них не было всех этих жемчужин истины, пронизывающих умы людей. Итак, давайте посмотрим на это анабаптистское движение. Итак, непосредственной проблемой создания анабаптистского движения было не просто крещение взрослых, а гражданское правительство. Оба были связаны. Быть крещеным было гражданской проблемой, а отказаться разорвать бесшовные христианские общества. Если вы собираетесь креститься, как взрослый, как свободный, мыслячий человек, решающий для себя, во что вы хотите верить, то вы не влада с государством. Государство не могло себе этого позволить, потому что было бы восстание, было бы разобщение. Государство навязывало одно мышление, либо вы лютеранин, либо католик, либо кальвинист. Кем вы хотели быть, это определяло государство. Поэтому некоторые радикалы хотели полностью самостоятельно управлять церковью без вмешательства правительства. И одним зимним вечером в соседней деревне радикалы встретили людей, которые называли себя также радикалами, и крестили друг друга. И именно отсюда и произошло название Аннабаптиста. Еще что случилось потом? Они были в противоречии с государством, поэтому их преследовали. Они были гонимы. Их преследовали римы-католические власти. Первым казнили Михаэля Саттлера, затем они начали казнить других. Если вы посмотрите убийство мучеников, в одной из книг описывается преследование и казнь скольких? Тысячи Аннабаптистов в разных частях Европы в период с 1525 по 1660 годы. Тысячи! И каким образом они были казнены? Был издан указ «Если ты хочешь снова креститься, крестишься!» Их просто топили. И будьте уверены, что ты останешься крещеным навсегда. Итак, преследования прекратились. Прекратили преследовать протестантов, прекратили преследовать католиков. Это значение голландского анабаптиста Анекена Хендрикса, обвиненного в ереси. В то время, как в обычном праве предписано и предусмотрено, что ни один человек, некогда крестившийся в соответствии с христианским порядком, не должен позволять себе креститься снова или во второй раз, и при этом он не должен креститься ни в одном таком случае. Особенно в имперском законе запрещено делать это под страхом смерти. При обнаружении этого факта каждый анабаптист и повторно крещенный мужчина или женщина взрослого возраста должны были быть отданы на смерть с помощью огня, омечая тому подобного в соответствии с личностью без расследования инквизицией. Это были протестантские нации. Тысячи и тысячи были убиты. Мартин Лютер I попытался сказать, «Христиане сложаются только словом против учения и работы дьявола. Я проповедую, говорю и пишу, но я не буду никого принуждать и толкать, потому что вера должна быть добровольной, а безудержной ереси, как они ее называли, никогда не сможет противостоять огонь». Но даже в его дни ему пришлось сдаться. Эти люди были убиваемы тысячами. Один из анабаптистов был очень знаменитым. И я помню, что в анабаптистском движении были те, кто придерживался протестантских принципов, придерживались Библии и только Библии. Но были и фанатики, которые пришли со всех сторон. Каждая истина, которая была открыта, против каждой жемчужины истины восставали. Один из них был Ханс Хатт. Ханс Хатт имел захватывающую идею. Он был премиленистом. Он верил, что Иисус Христос придет до тысячелетнего царства и что он сам откроет этот тысячелетний период. И что он уничтожит своих врагов до того, как он придет. Но это не новая идея. Вальденцы верили в это. Он также верил в крещение взрослых. Это было в 1527 году. Я помню, как Мартин Лютер прибил свои тезисы к двери в 1517 году. Так что это всего лишь 10 лет спустя. Итак, что с ним произошло? Была проведена встреча в Аутсбурге, город Мартина Лютера. Протестантская страна. Невероятно. Там его предали суду, а затем посадили в тюрьму. Его ужасно мучили. И кто? Протестанты. Протестанты. А затем вспыхнул пожар, и он задохнулся. Но на следующий день они приговорили его мертвое тело к смерти и сожгли его. Это не намного лучше, чем то, что они сделали с Уиклифом. Таким образом, такое отношение, такое мышление имело место как в фаталицизме, так и в протестантизме. И здесь была проблема. Мартин Лютер был римопатолическим монахом, прежде чем он стал протестантом. Он был монахом-августинцем, а августинцы верили в Царство Божие, что оно наступит при тысячелетии, и тогда будет править церковь. Церковь должна будет править вместе с государством. Это было их мышление. И вот приходит человек и говорит, нет, это не произойдет. Поэтому единственный способ справиться с ним, избавиться от него. Ханс Тхатт принял учение Лютера, но уже в 1524 году разочаровался в лютеранском учении о крещении. Он решительно осудил учение Мюнцерова о мече, он был пацифистом, он был анапаптистом, основывающимся на Библии, и не относился к категории фанатика. Он горячо верил в скорые пришествия Христа. Он принял библейское учение о пришествии Христа перед тысячелетним царством. Итак, эти идеи имели место среди реформаторов, но они преследовались. Итак, что могли сделать преследуемые люди? Они бежали туда, в те места, где не было такого сильного преследования. Многие из них бежали из Германии на голландские территории, и эти идеи находили место среди других верующих. Другой человек, это было в 1527, был Освальд Глейд. Он был немецким анапаптистом и субботником. Это не новые идеи, это старые модели мышления, которые он обнаружил в Библии. Он написал статью о субботе и сказал, что она должна быть восстановлена. Он сказал, что есть веские доказательства. Его письмо, которое было утрачено, оно позже восстановлено, где говорится, что он твердо верил, что второе пришествие Христа должно было произойти в самом ближайшем будущем. Поэтому он ожидал пришествия Христа. Позже он был арестован и заключен в тюрьму в Вене в 1545 году, затем вывезен ночью и утоплен, потому что он был анапаптистом. Это было осенью 1546 года. Итак, каковы были эти концепции, которые были помещены в умы преследуемых? Примиленинизм, вопрос о субботе, крещение взрослых. Все это преследовалось и преследовалось в Европе. Он утверждал, либо нужно соблюдать субботу, либо все остальные девять заповедей также должны быть отклонены. В воскресенье, сказал он, было изобретением Папы Римского, а отмена субботы – дело дьявола. Он заявил, Христос никогда не нарушал и не отменял субботу, но вместо этого Он установил его. Его цель состояла не в том, чтобы нарушать или отменять субботу, но чтобы утвердить и украсить ее. Его учение о субботе распространилось в Моравию и даже в Скандинавию. Эти семена истины были посажены в умах. Сегодня в мире живут около 4 миллионов аннобаптистов. Они разбросаны по всему миру. Большинство из них прибыли в Соединенные Штаты Америки, а их остатки являются менониты, немецкие баптисты – около 1,5 миллиона, амиши – 300 тысяч и гутериты – 50 тысяч. Эти люди живут в Соединенных Штатах Америки, но многие из них так и не осознали многие вещи, которые они имели на этом этапе, за что они были готовы умереть и ради чего они были готовы отказаться от дома и соотечественников и бежать, потому что они верили в определенную истину. Что говорит Библия о тех, кто любит Господа и хочет следовать за Ним всем сердцем в соответствии со своей совестью? Сколько поколений Господь почтит? Разве не сказано, что до тысячи поколений тех, кто любит Господа? Бог в конечном итоге соберет все эти семена вместе и приведет их к полной истине. Книга Кровавый театр или Зеркало мучеников впервые издана в Голландии в 1660 году рассказывает историю мучеников. Они спасли человека, который хотел утонуть, покрыто льдом реке, в которую он упал, но потом он вернулся, арестовал их и предал смерти. Вот как они отблагодарили. Удивительно. Наряду с Библией эта книга Зеркало мучеников исторически считалась самой значительной и всегда находилась на видном месте в Англо-Менонитском доме. Но потом появляется негативная сторона анабаптизма. Вы знаете, что со временем во всем движении появляется отрицательная сторона и все жемчужные истины, которые могут быть в этом движении, отбрасываются, но они никогда не теряются. Бог гарантирует, что они не потеряются. Баптистские конгрегации позже переросли в Менонитов и Гутеритов. Баптистские церкви, как правило, не способствовали появлению Духа, по действиям которого эти люди катались по полу, плакали, смеялись и так далее. Есть ли у нас такие проявления сегодня? Почему они так легко принимаются, когда в прошлом их считали отвратительными? Людей преследовали и уничтожали вместе с истинными ставящими под угрозу церкови государства. Поэтому анабаптисты наставили на свободном прохождении Святого Духа в поклонении. Они по-прежнему наставили на том, что его следует оценивать в соответствии с Писанием. Есть несколько интересных моментов. Правительства и религиозные лидеры, как протестанты, так и католики, считают добровольное членство в церкви опасным. Восстание Мюнцера и все эти проблемы только утвердили их в этом. Менониты и их остатки бежали. Откуда происходит слово «менонит»? Оно происходит от имени Мена Симонс. Он был тем, кто написал большинство доктрин. Они верили в служение Иисуса. Они были категорически антикатолическими. И с годами менониты стали известны как одна из исторических мирных церквей из-за приверженности пацифизму. Они сказали «Мы не будем браться за оружие. Мы не будем убивать других людей. Это не по-библейски». Эти идеи были также среди адамбаптистов. Это интересно, что они сделали с этими бедными людьми. Ранняя история менонитов началась с анабаптистов в немецких и нидерландских говорящих частях мира. Они, конечно же, отвергли крещение младенца. У них было много взглядов Мартина Лютера и Цвингли и других реформаторов. Симон считал, что общее мнение о том, что меч будет подчинен миру, чтобы соответствовать христианству, было неверным, и он верил в личное возвращение торжествующего Христа. Он писал, «Наоборот, священное Писание ясно свидетельствует о том, что Господь Христос должен сначала прийти снова, прежде чем все его враги будут наказаны. Поэтому пусть каждый человек остерегается и внимательно соблюдает священное Писание и он увидит, что сам Господь уничтожит при его приходе всех своих врагов». Есть ли люди сегодня в этой аудитории, которые верят в это? Дитрих Филлипс расширил это утверждение и сказал, «Законы Евангелия идут вместе, библейские взгляды на крещение и вечерю Господню, омовение ног, евангельские разделения и любовь друг к другу, соблюдение всех заповедей Божьих. Христиане будут преследоваться, но не должны преследовать никого». Это интересная теология, не правда ли? Это мышление не вписывалось в европейские мышления. Заключительная реформация никогда не могла начаться в Европе. Она должна была начаться в другом месте, где все эти семена истины могли быть сохранены. В то время как Менониты колониальной Америки пользовались значительно религиозной свободой, их коллеги в Европе продолжали бороться с преследованиями и временным убежищем и неким правящим монархом. Серьезные вещи. Поскольку они были пацифисты и не принимали участие в военных действиях, то что делало правительство? Когда они не преследовали их слишком жестоко, они давали им сельхозяйственные угодья, которые были бесполезны. Они были очень трудолюбивые люди. Они обрабатывали почву и в конечном итоге вырастал урожай, и таким образом они содержали себя. Когда почва была улучшена, правительство изгоняло их с лица земли, отбирало ее и давало им еще один плохой участок земли. Так что, в конце концов, они приплыли к берегам Соединенных Штатов Америки, где у них было больше свободы. Многие из этих групп преследовались в Европе. Почему некоторые из этих групп было разрешено больше свободы в Соединенных Штатах Америки? Вот где историца становится увлекательна. Некоторые из этих правящих монархов, которые были тиранами в своих собственных странах на материке, давали свободу. Свободу этим людям делать свое дело. Почему? Видите ли, когда колонизировали Северную Америку, были разные нации, которые хотели там править. Там были французы, там были англичане, испанцы. И поэтому возникла проблема. Вы должны были иметь людей, чтобы населить эту новую страну. А если собираетесь их всех убить, то какой смысл? Поэтому эти принципы, эти принцы, эти короли предоставили им определенные свободы для того, чтобы заселить определенную область, чтобы потом они могли забрать ее для себя. Вот мудрость. Земля открылась и позволила этим людям распространяться. Если бы они оставались на своих собственных континентах, они были бы уничтожены за то, во что они верили. Подавляющее большинство аннабаптистов швейцарского, южно-германского происхождения сегодня живут в Соединенных Штатах и Канаде. Богословия минонитов, вот о что они верили. Они верили в спасение и честь веры в Иисуса Христа, авторитет Священного Писания, крещение взрослых, причастие Господне, понимается как символ. Они верили в то, что верили в форматоре. Они верили в преломлении хлеба, у них было крещение верующих, у них были пасторы в церкви, а не священники. Другими словами, они верили в то, что верили в форматоре. Отказ брать в руки меч и отказ от клятвы, клясться, чтобы что-то доказать. Ну что ж, они очаровательны. Некоторые из них так и остались жить стандартами прежней эпохи. В конечном итоге они образовали небольшие группы и соединились друг с другом. Мир считает их своеобразными, но Бог помнит их страдания, Бог помнит идеи, которые они принесли в мир. Евангелические сражения в Англии были также захватывающими. Если вы посмотрите на диспуты между Томасом Мои и Тиндалем, который переводил Библию, Тиндаль никогда не присоединялся к Аннабаптизму, но он принял вечерю Господню. Он опроверг Чистилище и верил как Лютер, что душа смертна. Тиндаль имел друга, которого звали Джон Фрис, и он написал о Субботе. Каждая возможность для этих истин была доступна, но они были подавлены в Европе. Так что единственное место, где эти истины могли расти, распространяться между группами населения, было здесь, в Соединенных Штатах, на этом североамериканском континенте. Итак, Фрис писал о Субботе. У евреев есть Слово Божье относительно Субботы, так как это седьмой день, и им было велено хранить седьмой день торжественным. У нас нет Слова Божьего для нас, а скорее против нас, потому что мы храним не седьмой день, как евреи, а первый день, который не заповедан законом Божьим. Итак, мы видим, что это не новые истины, которые были открыты здесь. В конце концов, эти истины будут помещены в умы людей. Это был ранее протестантский английский священник, и он стал мучеником за то, во что он верил. книга мученика Фокса. Господин Фрис был молодым человеком, известным своим благочестивым умом и знаниями в светском обществе. Он мог подняться на любую высоту, какую пожелал, но вместо этого он решил служить церкви и работать на благо других, а не для себя. Но только потому, что он не верил, как остальные, он был предан смерти. Убеждения, за которые люди идут на войну, сказал он, не стоит тех ужасных трагедий, которые они делают. Пусть у нас больше не будет вопросов о Цвингли или Лютере, потому что ни Цвингли, ни Лютер не умерли за нас. Мы должны быть едины во Христе Иисусе. Человечество с тех самых ранних времен стремилось быть единым во Христе Иисусе. Итак, что убило Джона, так это его одолжение, которое он оказал одному из своих протестантских слушателей. Кто-то сказал ему, пожалуйста, запишите, во что вы верите. И он записал. Он записал, во что он верил, и на последней вечере Господней он был сожжен на костре за это. Еще один, кто верил в доктрину, что уже смертно, был Джон Милтон. Милтон, конечно, является автором книги «Потерянный рай». Как вы знаете, он был английским поэтом и писал в это время в 1600-х годах на материке. Он написал о том, что у человека должен быть отделен от тела, чтобы иметь совершенное и разумное существование независимо от него, но такого нигде не сказано в Писании. И эта доктрина явно противоречит как природе, так и разуму. Если правда, что душа и тело спят до дня воскресения, не может быть более убедительных аргументов против существования Чистилища. В 1648 году что они сделали? Поскольку люди верили в это учение, и даже великий поэт, такой как Джон Милтон, парламент принял закон, предписывающий лишение свободы для всех, кто придерживается мнения, что душа человека умерла, когда тело мертво. Разве протестанты не преследовали протестантов так же сильно, как католики преследовали их? Итак, где же все-таки эти идеи наконец нашли плодородные почвы? Другой проблемой стал, конечно, конгрессионализм. Что произошло? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот две картины в стеклянных окнах. Барроу и Гринвуд отказались поставить под угрозу свою веру или соответствовать англиканству, и как следствие они умерли в 1593 году мучениками за веру в английский конгрессионализм. Церковь должна принять. Люди должны иметь свободу совести. И в итоге появились баптисты. Это было совершенно новое движение. Они утверждали, что они вообще не связаны с анабаптистами, но идеи анабаптистов проникли и в их среду. Воспоминания о самых ранних бахтистах могут восходить к 1609 году в Амстердаме, где один из английских сепаратистов, Джон Смит, начал проповедовать. Но что такое сепаратист? Сепаратистом был тот, кто полагал, что англиканская церковь зашла недостаточно далеко с остановившейся реформацией. И некоторые веры, такие как Пуритания, что они должны изменить церковь изнутри. А сепаратисты верили, что ничего не поделаешь, они не изменятся, поэтому они отделились. За что, конечно, они пострадали и были преследуемы, поэтому они бежали в Голландию. Это место, где проповедовал Джон Смит. Было две группы. Одни назывались общими баптистами, которые считали, что искупление Христа распространяется на всех людей. И отделенные, или реформисты-баптисты, которые полагали, что оно распространялось только на избранных. Итак, существовали две группы баптистов. Общие верили не как Кальвин в предопределение, но верили, что Христос умер за всех. Реформисты-баптисты говорили, что нет, нет, он умер только за некоторых. Они были кальвинистами. Эти идеи начали противоборство друг с другом в этих вопросах. Такие люди, как Томас Хелвис, хорошо сформулировали особую баптистскую просьбу о том, чтобы церковь и государство были отделены в вопросе закона. Итак, баптисты – одна из передовых групп, которые развивались, говоря, что церковь и государство должны быть отделены. Затем Роджер Уильямс основал первую баптистскую конгрегацию в североамериканских колониях в 18-19 веках. Вот такое движение. Итак, современные церкви, современные баптистские церкви ведут свою историю от английских сепаратистов. Считается, что Джон Смит был первым, кто был назван баптистом. Эти мысли о разделении церкви и государства, крещении взрослых, были не очень популярны на материке, поэтому они переезжают в Соединенные Штаты Америки. Итак, Пуритане хотели изменить церковь изнутри, сепаратисты хотели изменить ее извне. Великое пробуждение подпитало баптистские движения в Соединенных Штатах Америки. Баптистское сообщество испытало впечатляющий рост. Баптисты стали крупнейшей христианской общиной во многих Южных Штатах, в том числе среди чернокожего населения. Самая большая деноминация в Соединенных Штатах сегодня – это деноминация баптистов. Разве это не увлекательно, что такое мышление оказалось на североамериканском континенте, но которое фактически было выслано из Европы? «Исповедание веры». Они присоединяются к Вестминстерскому исповеданию веры, и взгляд на Папу заключается в том, что он был антихристом, человеком греха, сыном погибли, который возвышает себя в церкви против Христа. Было две группы – общие баптисты или реформисты-баптисты. Они верили в эсхатологию, события последнего времени. У них было разделение в понятиях между кальвинизмом и армянианством, о котором мы будем говорить позже. Некоторые из них верили в говорение на языках, некоторые – нет. Некоторые из них были диспенсионалистами, а некоторые – не были. Итак, внутри баптистского движения было множество идей, конфликтующих друг с другом. Вот урок из английского «Преследование баптистов». Баптистское движение, появившееся из Лона британского пуританства и семи собраний Лондона в 1644 году, выросло до 130 в 1660 году. Но после смерти Кроммеля в 1658 году усиливается страх, что сепаратистское движение станет проблемой. И правительство начало преследовать этих людей. Были приняты законы против них. Например, закон о корпорации, в котором говорится, что вы должны были поклясться в верховенстве английского монарха. Затем закон о дейнообразии в 1662 году, который требовал поклонения в Англии и Уэльсе, который должен быть выполнен в соответствии с книгой «Общие молитвы». Что это было за книга «Общие молитвы»? Молитвы ранних протестантских реформаторов были записаны в книге «Общих молитв». Летимер и другие все эти люди. Вам было позволено произносить только эти молитвы, потому что только эти люди были вдохновлены Святым Духом. Никто не имел права осмелиться сказать свою собственную молитву Богу. Я имею в виду, они называли бы это кощунством. Еще один закон, закон о пяти милях или Оксфордский закон. Вам не разрешалось проповедовать свое учение в пределах пяти миль или от какого-либо большого города или селения. Или закон о предотвращении и пресечении подстрекательных действий запрещал применение религии под любым предлогом или под любым другим именем. Если вы нарушали его, вы должны были уплатить пять шиллингов. В конце концов, эти люди были арестованы. Итак, давайте рассмотрим одну баптистскую историю. Это Джон Бунян, который написал книгу «Путешествие Пилигрима», одна из самых считаемых книг в мире. Он был одним из первых баптистов, арестованных за проповедь. В чем его преступление? Только в том, что он проповедовал Евангелие и что он не произносил молитвы только из общей молитвенной книги, а произносил свою собственную молитву Богу. За это ему пришлось шесть в тюрьму. Закон о предотвращении и пресечении подстрекательных действий. Если он не был образован, то как простой человек мог начать проповедовать? Это неслыханно. Но Буняна была более высокая верность, чем послушание земному монарху. Святой Дух никогда не предполагал, что люди, у которых есть дары и способности, должны похоронить их на земле. Эти люди пострадали за свою веру. Сколько лет он провел в тюрьме? Сколько лет он провел в тюрьме? Двенадцать. Двенадцать лет в тюрьме за то, что он осмелился произнести свою собственную молитву и веру в то, что он должен проповедовать Евангелие. Чарльз Хэдсон Спенджер, один из величайших бакийских проповедников всех времен, он прочитал книгу «Путешествие Пилигрима» в возрасте шести лет, и он прочитал ее сотню раз. И даже сегодня христиане говорят о том, что нужно читать книгу «Путешествие Пилигрима». Он опубликовал так много работ, что его серия является самым большим набором книг одного автора в истории христианства. Он был великим проповедником, но владел ли он всей истиной? Вот в чем вопрос. Чарльз Хэдсон Спенджер был из реформистов в аптистах. А что это значит? Он был горячим проповедником реформ церкви. «Верующие в искупление Христа, писал он, теперь объявляются в союзе с теми, кто их освящает. Верующие в Священное Писание находятся в конфедерации с теми, кто отрицает полное вдохновение. Те, кто придерживается евангельской доктрины или находятся в открытом союзе с теми, кто называет грехопадение басней отрицающей Личность Святого Духа, разве у нас нет таких проблем сегодня? Кто назвал оправдание верой аморальным, кто считает, что есть еще одно испытание после смерти, мы торжественно убеждены, что не должно быть никаких претензий братства. Соучастие в известных заблуждениях это участие в грехе. Он назвал это ползучим компромиссом гипотезы графа Веллхаузена. Кто такой граф Веллхаузен? Он говорил, Библия – это книга обряда. Первые пять книг были написаны Моисеем. Дальше она была написана многими авторами. Затем он им выделяет Чарльза Дарвина и его теорию эволюции. Те же проблемы мы имеем сегодня. История повторяется. Разве не удивительно? Удивительно, что все эти истины собираются воедино. Одна истина за другой, а затем все они распространяются среди всех этих деноминаций. Немного у этой, немного у той. Это спорит с этой, сражается по этому вопросу. И никто не хочет отступать. Он был королем проповедников. Он написал книгу «Меч и мастерок». Чарльз Пэрджин проповедовал против нового богословия. Я нахожу это захватывающе. Это повторение истории. «Был ли он кальвинистом? Был ли он реформистом-баптистом?» Ответ я в его собственных словах. Не новость, что я не проповедую никакой новой доктрины. Я люблю провозглашать эти сильные старые доктрины, которые обзывают кальвинизмом, но которые, несомненно, являются истинной, открытой, истиной Божьей, какой она и есть в Иисусе Христе. Итак, это было мышление, которое проникло в европейское мышление. И потребовалась еще одна большая волна, чтобы вытеснить часть этого мышления. Но мы вернемся к этому на более позднем этапе баптистского движения. А затем развилось баптистское движение седьмого дня. Начали распространяться все эти идеи. В Соединенных Штатах они не были преследуемы до смерти. Баптисты седьмого дня. Во что они верили? Итак, люди, связанные с движением, предпочли принять наказание, назначенное государством, а не отказаться от своего убеждения поклоняться в субботу. И это задолго до появления адвентистов седьмого дня. Эти люди в 1650-х годах уже формировали свои идеи, как адвентисты седьмого дня. Абтист седьмого дня из Англии прибыл в Ронд-Айленд в 1665 году, и они основали в Соединенных Штатах Америки группу субботствующих баптистов. И одной из них в 1809 году стала Рэйчел Окс. Именно она принесла идею, что седьмой день суббота в группу, которая развивалась в то время, и в конечном итоге сформировалась церковь адвентистов седьмого дня. Она обратилась к проповедникам учения Уильяма Миллера с тем, что седьмой день суббота. Семья Котрелл благословно отнеслась к вести Уильяма Миллера о втором пришествии, но не присоединялась к движению до 1844 года, потому что не признавала, что седьмой день суббота. Миллериты ничего не знали о субботе. Вот их исповедание веры. Мы поддерживаем свободу совести каждого человека в стремлении определить и повиноваться воле Божьей. Затем они цитируют Священные Писания. Они верили в Бога. Мы верим в единого Бога, бесконечного и совершенного Творца. Они верили в Отца, Сына и Святого Духа. Они цитируют Священные Писания дальше. Мы верим, что Бог Отец является суверенным над всем. Они верили в Сына. Мы верим в Бога Сына, который воплотился в Иисусе Христе, в нашем Господе Спасителе. Он отдал Себя на крест, как полная и окончательная жертва за грех. Он посредник между Богом Отцом и человечеством. Мы верим в Бога Святого Духа, Утешителя. Они верили во все эти вещи. Мы верим, что Библия является вдохновенным Словом Божьим. Мы верим, что человечество было создано по образу Божьему. Мы считаем, что несем моральную ответственность. Они созданы просто для того, чтобы наслаждаться как божественным, так и человеческим общением, как дети Божьи. Мы верим, что грех и спасение связаны. Мы верим, что грех — это непослушание Богу и неспособность жить по Его воле. Это удивительно. Мы верим, что Иисус Христос воскрес из мертвых и живет вечно с Отцом. Мы верим, что Церковь Божьих — это все верующие, собранные Святым Духом и объединенные в одно тело. Это удивительно. Мы верим в священство всех верующих и практикуем автономию местного собрания. Мы верим в крещение взрослых. Мы верим в вечерю Господню. Мы верим в субботу. Раннее адрентийское движение считало, что баптисты седьмого дня приняли так много истин, что они решили не проповедовать тех местах, где их было подавляющее большинство. Итак, как это могло произойти? Мы верим, что Иисус Христос поручает нам провозглашать Евангелие, чтобы ученики крестили и учили людей соблюдать все Его заповеди. Это потрясающе. Итак, все эти истины были собраны в результате преследований на одном континенте. И на одном другом континенте у нас нет подобной ситуации. Нигде в мире. Если вы посмотрите на южную часть Африки, одна кальвинистская группа, церковь и государство вместе, та же модель, что и в Европе. Если вы поедете на другие континенты, например, в Австралию, Новую Зеландию, во все эти области, они приняли английскую модель церкви. Сегодня там есть и другие конфессии, но большинство имеет такое же мышление. Только здесь, в Соединенных Штатах Америки, на этом североамериканском континенте, у вас есть эта ферментация идей. И поэтому только тогда, когда все эти же мчужины истины собраны вместе, Бог может в конце времени собрать эти истины и объединить их в одно движение. И когда все эти истины собраны в одном движении, вы думаете, что мир пойдет и скажет, «Наконец!» все истины вместе в одной корзине. Мы хотим принять это с радостью. Вы думаете, это случится? Чему учит нас история? Каждая из этих истин подвергалась преследованиям и была изгнана из своей страны. Если вы не убегали, вы были арестованы, вас мучили до смерти, вас топили, вы были сожжены на костре, находились ли вы в протестантской стране или были в римно-католической стране. Все эти истины, собранные в одной корзине, также наверняка вызовут преследование коллективной истины, как и отдельные истины, когда они вышли из тех мест преследования и нашли точку опоры на североамериканском континенте. И когда эти истины собраны, мир сталкивается с последней проблемой. Вы хотите иметь все эти истины Библии или вы хотите придерживаться истины, которая не раскрылась во всей полноте? Это преследовалось на протяжении всех веков. Вы хотите присоединиться к преследователям или вы хотите присоединиться к преследуемым? Какой будет конечный результат? Чему нас учит эсхатология? Вот вопросы, о которых я хочу поговорить, потому что сегодня существует точка зрения, что у Бога есть кусочки истины, забытые по ошибке во всех этих различных динаминациях, и что это очень хорошо, если они принимают хоть эту маленькую истину. Если эти истины стоили того, чтобы умереть, разве вы не думаете, что Бог хочет собрать их в одно движение и противостоять с ними миру? Давайте посмотрим, что сделает Бог, когда мы пойдем по этому пути и определим, каким будет результат всего этого. Какой будет заключительная весть миру? Каким будет громкий клич? И что означает «выйди из нее, народ мой»? Что это означает, что Он сделался жилищем бесов и предстанищем всякому нечистому духу, предстанищем всяком нечистой и отвратительной птице? Что означают эти стихи? Разве человечество не имеет права понимать эти вопросы? Если мы сможем установить это в историческом окружении и показать, как оно складывалось вместе, то я уверен, что люди, которые добросовестны и хотят следовать указаниям Господа, а не великим лидерам и проповедникам, какими бы великими они ни были или являются, но Слову Божьему, и только Слову Божьему, займут свою позицию, от которой откажутся многие. Но слава Богу, не все. Аминь.